Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 14 главу Евангелия от Иоанна. Эта глава посвящена прощальной беседе Христа со своими учениками. Христос уходит, и ученики остаются в состоянии глубокой растерянности, тревоги, потому что они не знают, что их ожидает в будущем. И для того, чтобы их как-то укрепить, утешить, Христос произносит прощальную беседу. Поэтому начинается глава такими словами. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я буду. Прежде всего, Христос старается утешить и ободрить своих учеников. И самым главным источником утешения становится вера. На языке Евангелиста Иоанна вера означает не просто какое-то интеллектуальное убеждение или воззрение. Вера – это живая связь с Богом, и это сердечная связь. Поэтому противоположности вере является не атеизм, а является страх и тревога. Поэтому веруйте в Бога, надейтесь на Бога, уповайте на Него. И Христос раскрывает смысл своей дальнейшей миссии. Он возвращается к Отцу. И здесь Иоанн употребляет характерные для него слова. «В доме Отца Моего обители много». Слово «дом» – это тоже образ места пребывания Бога. Фактически это синоним неба, точно так же, как Скиния, Завета, Ветхом Завете. «Дом» – другой его синоним – это слава, то пространство, в котором пребывает Бог. Когда мы встречаем образ многообителей, мы можем себе представить небо астронавтов, где есть множество галактик. Современная физика говорит, что, может быть, есть множественность миров. И действительно, обителей очень много. Но небо евангелиста и небо астрономов, астронавтов – не одно и то же самое небо. Это означает, что Бог не только Отец Иисуса Христа, не только Отец Его учеников, но и всех, кто поверит в проповеди Христа, Отец всего человечества. Христос говорит о том, что Он вернется. Но ученики слышат не небесное, они слышат земное, и поэтому у них возникает вопрос. «Господи, не знаем, куда Ты идешь, и как можем знать путь?» Сказал им Иисус. «Аз есмь путь, и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Эта глава тоже построена на игре непонимания. Ученики мыслят о земном, и они не понимают слова Христа. Вроде бы слова, которые употребляются, употребляются те же самые. Но Христос говорит о небесном. «Аз есмь путь, и истина, и жизнь». Тоже излюбленный прием евангелиста. Одна и та же реальность получает три наименования. Но речь идет об одном и том же. Прежде всего, образ пути. Путь – это образ того странствия, которое Ветхий Израиль проделывает в пустыне для того, чтобы прийти в землю обетованную в ответ на зов Бога. Поэтому всякое познание – это некий путь. Так же, как и жизненный путь – это тоже поприще, которое нужно пройти. Слово «путь» тоже связано со словом «тора». Закон не в том смысле, что это некий уголовный кодекс или процессуальный кодекс. Это жест руки, который указывает за дорогу. Это ориентир для тех, кто хочет обрести награду вечности. И поэтому путь – это то, что ведет нас навстречу к Богу. Может быть, вы прекрасно помните, что в книге «Деяний», прежде чем христиан стали называть христианами, их называли последователи пути или адепты пути. И у Иоанна это слово обретает еще большее значение, потому что сам Христос, сам Бог есть путь, дорога под ногами. И одновременно эта дорога истинная – путь, который ведет к нужной цели. Слово «истина» в языке Иоанна тоже обретает особое звучание. Это излюбленный вопрос у наших современников – что есть истина? Риторический вопрос, прекрасный вопрос. Греческое слово «алитея» означает то, что не подлежит забвению, то, что всегда остается живым и действенным. Но истина, как печать, равнообразная – выражение, которое используется в литургии. «Сын являет нам Отца», как оттиск отражает в точности печать. Поэтому истина – это то, что являет Бога, Бог себя открывает, и этого, казалось бы, довольно. И поэтому следующий вопрос, который ему задает Филипп – «Господи, покажи нам Отца и довольны для нас». Все хотят видеть Бога, и Христос пришел в этот мир для того, чтобы открыть, явить лицо Бога. Но Филипп, видя Христа, не понимает. Он думает, что будет какое-то другое явление, сродни тому, что мог увидеть Моисей на горе Синай. И поэтому, предвосхищая это блаженство, Филипп говорит – «Покажи нам Отца, и из нас достаточно довольны». Иисус отвечает – «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь – покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Здесь мы опять оказываемся в такой симфонии и музыке, образов и сочетании слов. Сын являет собой Отца. Само значение слова «сын» имеет определенный смысл. Для нас «сын» – это просто биологическое продолжение Отца. Для евангелиста Иоанна «сын» – это тот, кто открывает Отца. Точно так же, как семя, которое бросается в землю, однажды прорастет, и плод этого растения явит нам, что же за семя это было. Точно так же, образ Отца и Сына лежит в плоскости откровения. Отцы открывают себя в своих сыновьях. И поэтому тот, кто знает Сына, тот знает Отца. И это познание не просто какое-то абстрактное, как мы привыкли, некая абстрактная информация, рассуждения, силогизмы. Познание – это всегда некая близость, некая сопричастность. Именно познание в библейском смысле, как Адам познал Еву, как сын знает Отца, когда люди живут общей жизнью, когда у них на двоих одно сердце и единая жизнь. Именно поэтому образ «я» в Отце, а Отец во мне – это не просто сочетание матрешек, которые вкладываются одна в другую, но именно образ близости. Они живут общей жизнью, и это единство настолько велико, что употребляется этот предлог «в» – пребывать в чем-то и в ком-то. И следующее слово, которое очень важно для языка Иоанна – это слово «дела». «Через сына Отец творит дела». И поэтому Ирине Леонский употребляет замечательный образ «Сын Божий – руки Отца». О каких же делах идет речь? Для евангелиста самое главное дело Отца – это воскресить Сына. Воскресение Христа фактически является завершением того творения, которое начинается в книге «Бытия». Поэтому дело Отца – прежде всего явить себя через Сына, и вершиной всего будет именно воскресение. В чем состоит дело Сына? Его часть в этом общем деле – в том, чтобы взойти на крест и принести свою жизнь в дар за спасение человечества. Поэтому у них общее дело. Вот о чем говорит здесь Христос. Так или иначе, дело связано с образом воскресения, как вершиной того, когда Бог являет себя. «И если не так, то верьте мне по самим делам». Опять же, как мы с вами видели, в Евангелии от Иоанна не употребляется слово «чудо», употребляется слово «знак». Например, чудо в Кане Галилейской, когда Христос превращает воду в вино. Это первое чудо, первый знак. И увидев его, ученики поверили. Поэтому, видя те дела, те знаки, которые подает Христос, человек обретает веру, он вдруг начинает видеть. Точно так же, как мы знаем, что слушать и слышать – это не одно и то же самое. Также смотреть и видеть – это не одно и то же. И верить – это означает видеть, не просто смотреть, но видеть. И следующие несколько стихов содержат в себе молитву во имя Иисуса Христа. Что это означает, когда мы молимся во имя Христа? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Опять же, этот образ имени. С одной стороны, имя, как и наши имена, это обозначение какой-то идентичности. Имя Божие и имена в Библии – это всегда откровение какой-то тайной сущности человека. Поэтому имя Божие – это некая тайна божественного бытия. И поэтому, когда мы просим во имя, то мы как будто оказываемся внутри этого пространства, мы как будто проникаем в это небо или в сияние славы Божией, где действует Святой Дух. Это означает, что фактически, когда мы молимся, то не мы молимся, как обычно мы просим кого-то о чем-то по-человечески. Настоящая молитва, именно поэтому глагол «молиться» – возвратный глагол, потому что в нас кто-то молится, в нас молится Святой Дух. И поэтому вот такая молитва «во имя мое», когда Бог нашими устами, нашим сердцем просит и молит о чем-то Ему угодном, эта молитва будет исполнена. И в качестве главного утешения Христос произносит обетование о даровании Святого Духа. Он уходит, но Он останется, но Его присутствие будет осуществляться совершенно в другом качестве. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истинный, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Здесь мы видим опять важные моменты богословия Евангелиста Иоанна. Вера – это не только абстрактное знание, но некое пребывание Святого Духа в нас. Именно это пребывание Божественного Духа открывает нам глаза и питает нашу веру. И здесь произносится ключевое слово «любите». В греческом языке стоит слово «агапе». Нужно понимать, что слово «любовь» не является удачным и полным переводом этого слова, потому что когда мы говорим «любовь», то прежде всего мы подразумеваем какие-то романтические отношения, которые могут перевернуть жизнь человеку, могут изменить наш характер, течение нашей судьбы, но все это остается в области чувств, эмоций и какой-то романтики. Слово «агапе» означает нечто совершенно другое, потому что речь идет именно о благоволении Отца, который творит этот мир, именно такая форма любви, которая не ищет удовлетворения своих чувств и не хочет разогреть чувства в другом человеке, а это просто чистое благоволение, чистый дар, который наполняет собой всю Вселенную. И другое ключевое слово «утешитель», «параклят» по-гречески, это слово «евангелист» заимствует из юридического словаря. В латинском языке это слово «адвокат» и буквально означает «тот, кого зовут на помощь», защитник, которого позвали в зал судебного заседания для того, чтобы встать на защиту подсудимого. Поэтому прежде всего «утешитель» — это некий посредник, заступник, который поможет христианам и ученикам Христа в тот момент, когда их будут преследовать, когда им нужно будет засвидетельствовать о своей вере. С другой стороны, этот глагол «параклео», связанный с утешителем, означает также некий призыв, увещевание. Точно так же, когда нас кто-то словами ободрения зовет крепиться, быть мужественным, это в нас действительно пробуждает некое мужество, помогает нам держаться молодцом посреди испытания. Вот так же и здесь «духость-утешитель» — это тот, кто призывает и дает эту силу держаться в испытаниях до конца. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Здесь происходит странная игра с глагольными формами. «Чередуются то будущее время, то настоящее». И мы видим здесь образ того, что слово Христа обращено одновременно к его слушателям, которые находятся с ним в горнице Тайной Вечери, и одновременно к будущим поколениям, к нам. Поэтому по отношению к ученикам он тот, кто уходит, но по отношению к нам он тот, кто уже прибывает. После воскресения Христос пребывает в церкви. «Я живу, и вы будете жить». Конечно, здесь слово «жизнь» и глагол «жить» имеет совершенно особое значение. Для Иоанна принципиально, что есть некая биологическая жизнь, мы рождаемся в этой биологической жизни, и она ведет к смерти, и фактически это умирание. И здесь глагол «жить» имеет совершенно другой вектор. Это не путь в сторону смерти, а это путь в сторону жизни, которая будет полной и нескончаемой за порогом смерти. «И в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Когда говорится «в тот день», то всегда имеется в виду некая эсхатологическая реальность, некий последний день, после которого завтра уже не будет. И вот этот последний день, когда Бог окончательно прославится в своих учениках, окончательного всеобщего воскресения, в тот день вы увидите, и для вас станет очевидным, что как я пребываю в Отце, как Отец пребывает во мне, так и ученики пребывают во Христе. Точно так же, как мы говорим, мы пребываем в Боге в момент причастия, а Бог пребывает в нас. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Опять же, здесь являются абсолютными синонимами «иметь любовь, иметь эту агапе», то есть дыхание Святого Духа в самом себе, этого Духа любви и милости и истины. И соблюдать, исполнять, хранить заповеди – это все абсолютные синонимы. Затем звучит голос Иуды, не Искариота. У евангелистов этот одиннадцатый апостол носит разные имена. В Евангелии от Луки он называется Левием, в Англии Марк его называют Фаддеем, Лука называет его Иудом, Иаковлевым. Но это не так важно. Важен тот вопрос, который он задает. Хотя имя Иуда имеет глубокое значение, поскольку он связан с патриархом Иуда и с тем народом, который происходит от него, с народом Израиля. Фактически это голос народа, который спрашивает, «Господи, что это означает, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». «Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих, Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Мысль кажется очень странной и запутанной, но она становится достаточно ясной, когда вы проникаете внутрь той картины, которую изображает здесь Христос перед взором своих учеников. Водораздел между Мои и Чужие проходит не между людьми, как мы привыкли делить на Своих и Чужих. И обычно мы делим людей. Но Христос говорит здесь о том, что существует некое пространство, где есть мир враждебный Богу, и есть свои в мире, которые его принимают. Поэтому речь идет о гостеприимстве, о том, кто окажет гостеприимство, а кто нет. Тот, кто примет Отца, то Отец вместе с Сыном придут, и обитель у Него сотворят, то есть останутся у Него жить. Это станет их домом, скинье их завета. И наоборот, есть пространство тьмы, ненависти, суда, и этим пространством царствует князь мира сего. И другой Иуда Искариот как раз сын этого пространства. Поэтому речь идет не о том, что есть свои и чужие, есть ученики и есть мир. Христос здесь учит учеников иначе проводить эту линию водораздела. «Нелюбящий Меня», то есть принадлежащий этому миру ненависти, миру, который оказывается в пространстве суда, искушения, «Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». И заканчивается эта глава обетованием мира. Фактически Христос объясняет конечную цель, почему Он начал этот диалог. «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Опять возникает этот таинственный образ утешителя. Евангелист Иоанн иногда употребляет этот термин к Святому Духу, и мы чаще всего применяем именно к Духу Божию, Дух Истины, Дух Утешителей. Но иногда Иоанн употребляет его применительно к самому Христу. Именно Сын Божий, Иисус Христос, является ходатаем перед Отцом. Но здесь речь идет об обетовании Святого Духа, который научит. Потому что сейчас, пока Христос не воскрес, пока не был дарован Святой Дух, ученики не понимают ни слов, ни того, что происходит вообще. Но однажды наступит момент, когда они, наконец, поймут. И понадобится особая божественная сила, которая бы смогла объяснить, вразумить и открыть очи. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». Вот здесь как раз мы видим, где проходит линия водораздела. Между шалом, тем миром, который есть полнота божественных обетований, и тем миром, который лежит во зле, миром умирания, греха. Слово «шалом», мир, который дает Христос, это источник радости даже посреди испытаний. То есть точно так же, как боль бывает праздной и болью человеческой, которая переходит в депрессию и в траур, есть боль, которая несет в себе источник радости, которая, в конце концов, чревата, потому что внутри себе содержит этот источник радости. Точно так же есть мир Христов, который внутри себя, оказавшись посреди испытаний, которые выпадают на долю учеников, принесет этот мир. «Да любите друг друга! Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. Ибо Отец мой боли меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». В тот момент, когда Христос воскреснет и все совершится, все эти слова встанут на свое место, обретут свое подлинное звучание, и все станет понятно. «Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Конечно, здесь Иоанн говорит на языке поэзии и музыки. И вот эти заключительные слова «встаньте» – фактически это то же самое слово, что означает «воскресенье». Когда мы исповедуем самую главную тайну христианской веры, мы говорим «воскресенье», мы имеем в виду жест, когда мы утром просыпаемся и встаем. «Встаньте, пойдем отсюда». Это завершает собой образ того, что есть пространство князя мира сего, и есть пространство Святого Духа, пространство Агапы, любви Отца и Сына, и они между собой не имеют ничего общего. Поэтому Христос тем самым предвозвещает свою будущую Пасху. Пасха – это и есть переход. Он переходит от века сего, где царствуют смерть и грех, к Отцу. На портале Экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.